Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в эфире новая программа. Она будет называться «Сила права». Будет программа выходить на нашем канале ежемесячно. Ее участниками станут работники прокуратуры. Сразу хочу обозначить тему нашего первого выпуска. Тема такая – меры государственной поддержки семей с детьми. Вы спросите, какое отношение к этой теме имеет прокуратура. Самое прямое – они осуществляют правозащитную деятельность. Уважаемые телезрители! Сегодня выходит в эфир первый выпуск программы «Сила права». Это совместный проект телерадиокомпании «Карачаево-Черкесия» и прокуратуры «Карачаево-Черкесской Республики». Телепрограмма направлена на оказание правовой помощи гражданам. Мы хотим, чтобы вы знали свои права и умели их защищать. В телевыпусках программы вы будете получать необходимую информацию, которая поможет вам сориентироваться в ситуациях, где требуется применить юридические нормы. В рамках данного проекта на примерах реальных событий и результатах работы надзорного ведомства прокурорские работники будут разъяснять наиболее актуальные вопросы действующего законодательства и правоприменительной практики. Вы узнаете о том, как отстоять свои права и как реализовать свои законные интересы, как следует действовать в различных правовых ситуациях и куда нужно обращаться за помощью. Вы получите информацию о том, как урегулирована та или иная деятельность и какие в ней есть запреты или ограничения. Тематика выпусков будет предусматривать освещение комплекса мер профилактического характера. Также мы расскажем вам о том, как не стать жертвой преступления и как не совершить его, за что, как правило, наступает ответственность, и об установленных законом в видах ответственности, в том числе об уголовной, административной, дисциплинарной и материальной ответственности за совершение противоправных деяний. Наша телепрограмма направлена на повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан, на формирование правовой культуры общества и на противодействие преступности. Надеюсь, что программа «Сила права» принесет вам практическую пользу и станет надежным помощником в поиске ответов на сложные правовые вопросы. Также хотела бы обратить ваше внимание, что интересную правовую информацию вы сможете получить в телеграм-канале Республиканской прокуратуры «Правовой компас». Здесь вы сможете узнать об изменениях федерального и регионального законодательства, наиболее актуальных, а также получить информацию о том, как защитить и отстоять свои права и законные интересы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Правовой компас» для получения доступной и эффективной правовой помощи. И сегодня гость нашей первой программы заместитель Узжигутинского межрайонного прокурора Радмила Зыба. Добрый день, Радмила! Я благодарю вас за то, что вы нашли время, приехали сегодня к нам на первую нашу программу. И хочу начать нашу беседу именно с конкретного примера. Вы оказали конкретную помощь конкретной семье, конкретному человеку. Расскажите об этом. Добрый день. Узжигутинская прокуратура проводила проверку по обращению жительницы местной о нарушении ее социальных прав. В ходе проведения проверки было установлено, что гражданка Хасуева-Мадина обратилась в региональное отделение Пенсионный фонд. За получением и назначением пособия на детей от 8 до 17 лет. В удовлетворении заявлений ей было необоснованно отказано. Отказано лишь только по той причине, что у нее еще не расторгнуты брачные отношения с супругом, который фактически не занимался воспитанием детей. С целью восстановления прав мангодетной мамы межрайонный прокурор обратился в Черкесский городской суд сысковым заявлением. Требования прокурора были полностью удовлетворены судом. В результате Хасуеве-Мадине было назначено и выплачено пособие на детей от 8 до 17 лет в размере 140 тысяч рублей. Мадина, скажите, пожалуйста, вот я знаю, что произошла такая ситуация с денежными выплатами, да? Мне бы хотелось узнать конкретно, что произошло, куда вы обращались, чем вам прокуратура помогла? Вот поэтапно, если можно. Когда начались выплаты с 8 до 17 лет, я подала заявление в Пенсионный фонд, но Пенсионный фонд не отказывал. Я несколько раз подавала, до этого изучала законы, консультировалась с юристами, они мне составили жалобу. Я обратилась в прокуратуру из Джигуты, после этого обратилась еще и в Черкесскую прокуратуру. Прокуратура Черкесска дала задание у из Джигутинской прокуратуры, чтобы они провели проверку. Джигутинская прокуратура составила иск, подала его в суд. Суд удовлетворил, изучив все материалы дела, да, и Пенсионный фонд выплатил в полном объеме, да, всю сумму. Я хочу сказать, выразить благодарность джигутинским сотрудникам прокуратуры, это Марату, Мурату, Радмиле, конечно, и Черкесской Артуру. Фамилию я не помню. Я очень благодарна им, что они идут навстречу, изучают документы и помогают людям. Назначение и выплата детских пособий. Какой орган их назначает и куда можно обратиться за их получением? Детские пособия – это форма социальной поддержки семьям, имеющим детей. Ну, раньше, где-то в 90-е года, до 2000-х, нам были только известны две формы поддержки. Это пособия, это те самые принятые, как бы у нас в народе, как говорят, декретные. Это в связи с рождением ребенка и пособия по уходу за ребенком до полутора лет. С 2000-х годов пособия значительно увеличились. Да, все изменилось. Их очень много видов. Почему я об этом говорю? Потому что от этого зависит, кто назначает и выплачивает эти пособия. Пособия сейчас нам известны детские. Это пособия детям до трех лет, пособия детям от 8 до 17 лет, пособия многодетным семьям, материнский капитал. И вот с назначением какого пособия обращается семья, зависит, куда ей обращаться и кто будет их выплачивать. Например, материнский капитал назначается выплачиваться пенсионным фондом. Ежемесячные пособия на ребенка от трех до семи лет управления социальной защитой населения. Выплаты на детей от 8 до 17 лет назначаются также пенсионным фондом и выплачиваются. На сайтах пенсионного фонда управления социальной защитой на госуслугах многофункциональных центрах имеется полная информация, из которой семьи могут для себя уяснить, куда им обращаться за получением пособия и кто будет их назначать и выплачивать. Поэтому сейчас как бы сами семьи могут выбирать, куда им обращаться с заявлением, многообразные формы обращения с заявлением, куда именно. Это у нас можно в многофункциональные центры. Радмила, скажите, пожалуйста, в каких случаях материнский капитал может перейти к отцу? Отцовский капитал – это то же самое условное название материнского капитала только тогда, когда эти суммы может получить мужчина, единственный усыновитель либо отец детей. Кроме того, законодателям предусмотрен переход права получения материнского капитала мужчине при наличии определенных случаев. Это тогда, когда умерла мать детей, это когда она была лишена родительских прав, когда она совершила в отношении ребенка преступление, в результате чего была лишена родительских права, либо ограничена в родительских правах. С мая 2022 года вступила в силу изменения в закон, согласно которым отец детей, которые являются гражданами Российской Федерации, после смерти матери, которая не является гражданкой Российской Федерации, также может получить материнский капитал при тех условиях, которые я указывала выше. 31 марта 2022 года принят республиканский закон, регламентирующий назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Указанным законом переданы полномочия по ее осуществлению пенсионному фонду. Каков размер выплат у нас в Карачаево-Чешкесии? Базовый размер пособия составляет 50% величины прожиточного минимума на ребенка в регионе. Ну что же, Радмила, я благодарю вас за полную и полезную информацию и, конечно, я желаю вам успехов в работе. А нашим зрителям я напоминаю, при нарушении ваших прав всегда обращайтесь в органы прокуратуры. Органы прокуратуры Карачаево-Чешкесии помогут защитить ваши права. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова